МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Перестановка остановки в Урмарском районе и отсутствие павильона создаёт массу неудобств. Чапай зовёт на чай. Национальная телерадиокомпания Чуваши приглашает всех на праздник в честь Дня города. Я плюс я в Мариинском посаде прошёл фестиваль близнецов. Около двух лет жители посёлка Ибресе бьют тревогу. Качество питьевой воды резко упало. Этой весной из-за постоянных дождей ситуация обострилась. Наша творческая группа тоже выезжала на место. Вопрос обсуждался на уровне правительства республики. И вот первые результаты. Из нашего видеоархива месяц назад местные жители возмущённо рассказывают корреспонденту о неудовлетворительном качестве питьевой воды. В любое кафе зайди. В больницу у нас существуют, в садике существует, школа. Есть у нас такое заведение ПНИ, где закрытого типа, где очень много находится инвалидов. Они все пользуются вот этой неочищенной водой. Вода с поверхностного источника река Кирия. Она вообще не очищается. Цвет вы видели. Поэтому мы-то ещё можем в колодец пойти приготовить воду. А есть дома, пятиэтажки даже, у которых вообще нет колодца. И они вынуждены эту воду пить. Бельё у всех уже непонятно какого цвета. Бытовая техника тоже засоряется вследствие вот этих осадков. Очистные сооружения группового водовода Ибреси, Буинск, Шертаны, также реки Кирия эксплуатируются с 2008 года. Обслуживает их местный водоканал. Причину искали долго. И вот вердикт. В средстве обильных осадков выявилась проблема неправильной эксплуатации водозабора. Соответственно, водолазами была проведена очистка водозабора. И также было принято решение передачи гидроузла в казенное учреждение, специализированную организацию гидроресурсов Министерства природы Чувашской республики. Кроме того, выяснилось, что в процессе эксплуатации замены дозаторов реагентов технологического процесса ранее не проводилось. Руководство Ибресинского водоканала ссылалось на нехватку средств. На сегодняшний день заменено уже 8 дозаторов из 16. В дальнейшем планируется их плановая замена. Также проведена очистка, промывка и дезинфекция резервуаров и трубопроводов. Также дополнительно приводят в соответствие резервные источники водоснабжения. В дальнейшем работа по производственному контролю качество питьевого водоснабжения будет продолжена. Родион Архипов, Мальвина Петрова, Сергей Адушкин, Игорь Зверев. Республика. Сегодня Михаил Игнатьев принял участие в совещании, посвященном реализации проектов моногорода Канаш. Встречу провел первый заместитель руководителя аппарата правительства России Максим Акимов. В обсуждении участвовали также министр экономического развития промышленности и торговли Чувашей Владимир Аврелькин, глава администрации Канаша Владислав Сафронов. Они называют себя невыездными. Жители деревни Синякинчеры, что в Урмарском районе, уже не первый год жалуются на отсутствие остановочного павильона. Без него водители рейсовых автобусов высаживают пассажиров вдали от населенного пункта. Местным жителям это доставляет массу неудобств. Деревня Синякинчеры расположена на окраине района. Отсюда до федеральной трассы М7 рукой подать. Но путь домой для местных жителей растянулся. Если раньше рейсовые автобусы делали остановку прямо у поворота в деревню, то сейчас пассажиров высаживают на километр дальше. Людям приходится ходить по обочине рядом с несущимися на большой скорости машинами. В прошлом году я возвращалась с больницы с маленьким ребенком, с большой сумкой, с чемоданом. Нас высадили на предыдущей остановке. Мне пришлось идти с чемоданом. Чемодан на колесиках. Соответственно, он падает. Очень неудобно. И с ребенком на руках. Не могла я ребенка отпустить, потому что ребенка было на тот момент 2 года и 8 месяцев. То есть этот ребенок буквально может пройти метров 10-15 и все. То есть я очень сильно мучилась. Мама и другие родственники не могли меня встретить. Других вариантов у людей нет. Добраться до столицы республики возможно только по федеральной трассе. Или же делать большой крюк и пересаживаться на автобусы, которые следуют до районного центра. Останавливаться у Синий Кенчер, как и прежде, водители отказываются наотрез. Говорят, что запрещено. Старый, младый, не может идти. Давно ждем, иногда долго ждем автобус. Вот у нас и зимой с уже стоим. И они все пролетают мимо нас. Местные жители обращались во многие инстанции. Вот такой ответ пришел из Росавтодора. Они ответили, что у нас Сурмар до Кенчеры, верхний Кенчер едет автобус. И, мол, как хотите, на нем езжайте дальше. Вот как на нем ехать? В Чебоксары, в Козловку, Цивиск, Цвияж, в любом направлении. Свою проблему жители адресовали и республиканскому ГИБДД. Ведомстве указывают на правила. На федеральной трассе автобусные остановки возможно обустраивать через каждые 3 километра. Поставить павильон у деревни нереально, говорят инспекторы. Здесь между смежными остановками примерно около 2 километров. В связи с этим мы им отказали. Правила дорожного движения не запрещают двигаться по краю проезжей части, при отсутствии тротуара по краю проезжей части. Только единственное, он должен делать это навстречу основному потоку. Инспекторы отмечают, что решить проблему возможно запустив прямой автобусный рейс до деревни. Жители намерены этого добиваться. Дмитрий Ковалев, Мальвина Петрова и Арена Гавилян. Республика. На внеочередное заседание собрались сегодня чебоксарские депутаты. О повестке дня, которая заставила народных избранников выйти из отпуска раньше запланированного срока, Мольга Пырочкина. Из депутатских рядов опять убыло. Сегодня собрание досрочно прекратило депутатские полномочия Олега Елугина. Как сказано в проекте решения, в связи с отставкой по собственному желанию. Так что жителям избирательного округа номер 3, это ряд домов по проспекту Мира, тракторостроителей, Эгерскому бульвару, улице Кадыково и другим предстоит выбрать нового депутата. Мы должны объявить выборы. До выборы по данному одномандатному округу номер 3. В этом году мы точно уже в сентябре не успеваем. Там есть определенные сроки, процедуры. Нужно соблюсти, объявить выборы, принять решение. Я думаю, это будет весна, лето следующего года. Оставшихся народных избранников ждали другие вопросы повестки дня. Среди них передача части городской земли в собственность республики. Мы передали в республику земли под строительство школы в микрорайоне Волжские 3 и в микрорайоне Новый город. На мой взгляд, это совершенно логичное решение, поскольку финансирование республиканское и федеральное, соответственно, и контроль должен осуществляться со стороны республики. По словам Олега Куртунова, проекты школ уже готовы начать строительство. Планируется в 2018 году. Между тем, в повестке дня мог появиться еще один вопрос. Выборы главы Чебоксар. На этом наставил ряд депутатов, мол, прошло уже два месяца. Однако большинством голосов решение отложили, согласно федеральному законодательству, на то, чтобы определиться у депутатов еще около четырех месяцев. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин. Республика. Чуваша заняла третью строчку в рейтинге по качеству внедрения целевых моделей, которые подготовило агентство стратегических инициатив. Целевые модели включают в себя получение разрешения на строительство, подключение к системам тепло- и водоснабжения, водоотведения, электрическим сетям, газораспределениям, а также поддержка малого и среднего предпринимательства. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Торговать будут сами аграрии без всяких посредников. Они предложат горожанам богатый ассортимент. Картофель, овощи, мед, яйца, зерно, зелень, ягоды, семена и саженцы. Цены на продукцию в среднем на 15% ниже, чем в магазинах. Напомним, в прошлом году на таких ярмарках продали более 1300 тонн картофеля и 400 тонн овощей на общую сумму 22 миллиона рублей. В это воскресенье столица Чувашия отметит день рождения. Чебоксарам исполнится 548 лет. Подарки горожане начнут получать уже с четверга. Для самых маленьких чебоксарцев распахнут двери два детских сада. В микрорайонах Ольгешево и Радужный. А в микрорайоне Новый Город откроется поликлиника и детская инклюзивная площадка. Насыщенной окажется и культурная программа. Новым и ярким проектом 20 августа станет парад городской техники. В нем примут участие 150 единиц техники. Это машины ЖКХ, МЧС, скорой помощи, маршрут движения от улицы Гагарина по проспекту Ленина, Карлмакска и композиторов Воробьевых. Выступление музыкантов группы «Браво», творческий бульвар с тематическими зонами, барабанное шоу и праздничный фейерверк. Жителям и гостям столицы будет что выбрать. А чтобы не упустить ни одно событие из виду, администрация города запустила одноименный сайт Чебоксары 548.ру. Чапай зовет на чай. Любой желающий сможет перенестись на 100 лет назад в другую историческую эпоху. Национальная телерадиокомпания администрации Чебоксар приглашают горожан 19 августа на праздник в сквер Чапаева. Накануне организаторы пригласили журналистов и рассказали, что интересного будет на этой площадке. Как скручивали шинели бойцы Чапаевской дивизии, как коротали редкие часы досуга. Участники клуба исторической реконструкции воссоздадут военный быт столетней давности. Тема для клуба новая и от этого еще более интересная. Мы представим бытовую реконструкцию, то есть как примерно жили, как выглядели бойцы Чапаевской дивизии. То есть это непосредственно штаб Чапаевской дивизии. Там будут у нас находиться ординарцы взвода конной разведки, будут ходить часовые, какие-то элементы бытовой жизни будут проходить. Ну и соответственно будут представлены небольшие мастер-классы по скатке шинели и по мотанию портянок на сапоги. То есть любой житель может это все посмотреть, потрогать своими руками, поспрашивать моих ребят. Ну и сфотографироваться, конечно же, как очень часто любят делать. Каждый, кто придет 19 августа в сквер Чапаева, сможет попробовать Иван-чай и узнать о всех его полезных свойствах. Я житель Чебоксар, Чувашия и давно не соприкасалась вот с этой легендой. У нас легендарный копорский чай и здесь легенда Чапай. Сам Бог велел прийти мне сюда, показать свою продукцию, освежить свои какие-то детские воспоминания в том числе. Сквер прекрасен. Жизнь и подвиг легендарного Ночдива тема неисчерпаема. Разговор о нем обязательно поддержит как минимум половина россиян и практически каждый уроженец республики. Не стало исключением и национальная телерадиокомпания Чувашия. Уже не первый год мы помогаем гостям Дня города погрузиться в атмосферу того времени. Она становится уже традиционной. Второй год она будет проводиться. Как всегда, чаепитие в программе. На нашей площадке будут шашки, будут яблоки, которые можно будет попробовать, потому что яблочный спас. Будет много всего интересного, будет в чем поучаствовать, где выиграть призы. Возможно слепить себе в старинных традициях из глины какой-нибудь горшок или какую-нибудь вазочку. И это тоже будет возможность обязательно для всех. Вот поэтому приходите, будет хорошо. Самое главное, мы погрузимся в атмосферу на 100 лет назад, когда Чапаев сам, значит, все будут в бурках, будут дети, будет стилизованная история. И мы вот на эти два часа с 13 до 15 погрузимся немножко в прошлое. А самые удачливые смогут выиграть уникальные кружки с изображением Чапая и цитатами из знаменитого фильма. Организаторы площадки разработали специальные стикеры для соцсети Телеграм, а также официальный хэштег «Чапай зовет на чай». Завершить события больших хоровод вокруг памятника «Флэшмоб. Обними Чапайя». Татьяна Молокова, Александр Петров, Республика. Из страны восходящего солнца в край 100 тысяч песен приехал японский аспирант Мураками Токенори. Цель – выучить чувашский язык. Сказать, как его зовут, Мураками может уже на 20 языках мира. Сейчас аспиранта факультета иностранных языков Токийского университета интересует тюркская группа алтайской языковой семьи. К ней относится и чувашский. Отличительная особенность японского языка – в нем практически нет отдельных согласных звуков. Вместо них слоги. Так если попросить прочитать японца слово «трактор», он, скорее всего, прочитает его как «таракутору». В этом и сложность, и интерес отмечает Мураками. Мне очень нравится тюрканский язык. А чем тебе нравится? Чем? Чем? Ры, ры, рысов. Рызов много. Мне интересует сравнительная синтаксия артайских языков. Изучение языков у него получается очень легко, можно сказать. То есть голова у него работает как компьютер. Как я объясняю правила, он уже умеет строить приложения. Чувашский язык в летней международной школе нашего госуниверситета вместе с Мураками учат молодые люди из Турции, Швейцарии, Туркмении, Таджикистана. В свою очередь наши студенты целый год осваивали иероглифы. В прошлом году у нас 16 студентов и один сотрудник выезжали на обучение на целый год в Китайскую народную республику, в 4 вуза, 4 разные провинции. В этом году у нас выезжают люди в Венгрию. Что ж, пожелаем Мураками и другим студентам удачи или на японском комбате. Ольга Пырычкина, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин, Республика. Большие вызовы под таким названием прошла проектная программа в образовательном центре «Сириус». Каждый месяц туда съезжаются около 600 детей из регионов России. В июльской смене принял участие Дмитрий Якутов из Чувашии, причем в роли преподавателя. Дмитрий Якутов всего пару месяцев назад выпустился из МГТУ имени Баумана и уже попал в число лучших юных ученых страны. Получить приглашение в образовательный центр «Сириус» непросто, а если тебе еще и доверили обучать участников – почетно. Дмитрий Якутов помогал ребятам познать электротехникум и параллельно развивался сам. Это лаборатория «Матрешки». Мы там сидели 25 дней, разрабатывали прототип беспилотного автобуса. Вот мелькает сам автобус. Но большой автобус детям никто не доверяет, поэтому нам дали уменьшенный вариант автобуса. Взяли мы электрические баги, которые делали уже беспилотные. Баги достаточно мощные, развивают 100 км в час, может до 10 лошадиных сил. Такую вещь никто нигде еще не делал, мне кажется. Юные программисты, электронщики, инженеры-конструкторы в течение трех недель совершенствовали техническое зрение автомобиля, укомплектовывали его разными датчиками для реагирования на плохие погодные условия и аварийные ситуации. Финальный этап – испытание автобуса на маршруте с препятствиями. Вот эта вот платформа, которую мы разработали, она универсальна. Можно ее поставить вообще на любой автомобиль, хоть на «Ладу Калину», хоть на «Ладу Приору», хоть на автобус. Потому что вот этот вот баги, он повторяет обычную схему автомобиля. Попробовать разработку в реальном мире участники смены предложили президенту нашей страны Владимиру Путину в эфире недетского разговора. И мы знаем, что у вас есть автомобиль «Волга». Вы хотите сделать ее беспилотный? Беспилотный? Да. Наша команда готова за это взяться. Не разобьешь мне «Волгу», нет? Нет. Хорошо, давайте. Мы хотим это сделать. Договорились. Это было бы отличным подарком для нас всех. Договорились. Осуществить задумку желающих много. Так что если ребят еще раз пригласят в «Сириус», работы у них прибавятся. И, возможно, в ближайшем будущем мы сможем сами прокатиться в беспилотном автобусе. Юлия Важенина, Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика. Город Мариинский посад продолжает удивлять креативными идеями и яркими праздниками. Здесь прошел фестиваль близнецов «Я плюс я». Подробности в репортаже Марии Шоклевой. Марпосад принимает гостей. Двойняшки из городов Чувашии, Санкт-Петербурга и Москвы собрались вместе, чтобы познакомиться и отдохнуть на родине бабушек и дедушек. Национальное телевидение Чувашии на фестивале представляли ведущие детских новостей «Экелбупсер» – братья Васильевы. Некоторые дети, они дома, допустим, одни сидят, им скучно, а мы двоем, мы между собой общаемся. Да, нам никогда не скучно. Допустим, один лучший какой-то предмет знает, и он помогает другому делать домашнюю работу по этому предмету. Да, и подтягивает его по-другому. Но обычно я его подтягиваю. Не всегда. Да. Ну, у нас еще взяли на работу «Экелбупсер» тоже, потому что мы берегицы. С идеей организовать праздник в Дом культуры и ЗАГС города обратились родители двойняшек. Им очень хотелось поделиться опытом, ведь их жизнь – целое приключение. Мне приснился сон, то, что у меня будет двойня. Я была готова к этому. Если сделать все по режиму, все гораздо проще, гораздо легче. И, не знаю, любить детей своих. Ксюшу, Олесю и Андрея в родном Санкт-Петербурге все знают. И не только потому, что они тройняшки. Они – целый танцевальный коллектив. Когда мы были маленькие, маме было тяжело с нами справляться. Почему? Потому что мы все плакали и убегали в разные стороны. Ну, честно. Но теперь мы выросли, мы помогаем. Как известно, близнецы бывают похожими друг на друга и не очень. Даже разного пола. Их обычно называют двойняшками. Но даже таких братьев и сестер постоянно путают. Да, всегда путают. Учителя путают, на фотографиях всегда путают. Друзья иногда путают. Иногда папа, бывает, путают. На фестивале зрители узнали о близнецах много нового. Большинство двойняшек не любят одеваться одинаково. Считается, что у близнецов схожие интересы и черты характера. А еще бывает, что малыши-двойняшки создают несуществующий язык и разговаривают на нем. Такое явление имеет особое название – криптофазия. Криптофазия. Находиться на фестивале двойняшек и не представить себя близнецом очень сложно. Увеличим статистику с помощью монтажа. Кстати, о статистике. Реже всего близнецы рождаются в Китае. Один случай на 250 родов. Чаще всего в Нигерии. Один случай на 22 беременности. Мы посередине. Один к 69. В прошедшую субботу в России отметили День физкультурника. Во всех регионах страны прошли спортивные мероприятия. Именно в этот день Министерство внутренних дел проводит всероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка». В этом году «Зарядку» провели офицеры отряда специального назначения «Гром МВД Почуваши». В детском парке имени космонавта Николаева юные участники повторяли разминочные упражнения за опытными наставниками. После ритмичной зарядки детям показали приемы рукопашного боя. Сотрудник Центра кинологической службы МВД провел мастер-класс по дрессировке животных. Главная героиня – немецкая овчарка по кличке «Гром» показала ребятам, какие основные команды она выполняет. В парке работали также площадки экспертно-криминалистического центра МВД и госавтоинспекции. Ребята узнали, как можно раскрыть поступление по отпечаткам пальцев, а также познакомились с помощником ГИБДД – шестиметровым удавом. С помощью этого персонажа из известного мультика полицейские показали длину тормозного пути автомобиля. И напомнили о том, что не стоит выбегать на дорогу, так как машина не может остановиться в одно мгновение. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания.